Да, мы внимательно на Шевченко смотрели, а он не уважает никого, получается. Итак, ребята, а у нас на сцене следующий спектакль. И я должна вам сказать, что это будет спектакль совместный двух классов. Спектакль, поставленный девятым классом А и девятым классом Б. И мы с вами с удовольствием смотрим «Метель» Александра Сергеевича Пушкина. Пока ребята готовятся к началу своего спектакля, я вам хочу сказать, что у нас в этом году произошли очень интересные, на мой взгляд, совмещения ребят в спектаклях. В этом году девятый класс А ставит два спектакля вместе с другими классами. Вот первый спектакль мы увидим с вами сейчас. Это «Метель» Пушкинская, девятый А и девятый Б. И на следующем уроке мы увидим еще один совместный спектакль, над которым уже работал десятый класс Б и девятый А. Очень интересный у нас сегодня такой вот творческий подход. Итак, аплодисменты на сцене девятиклассники. АПЛОДИСМЕНТЫ В конце 1811 года жил в своем поместье Минорадове добрый Гаврила Гаврилович. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пять копеек в Бостон с его женою Проскофьей Петровну. А некоторые повредить на дочку их, Марию Гавриловну, 17-летнюю девицу. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и следственно была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Разумеется, молодой человек был равной страстью, и родители его любезной, заметив их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине. Всю жизнь свою я буду любить вас, любезная Мария Гавриловна. И я буду любить вас. Даже если судьба разлучила, меня выгодит другого. Но если мы друг из друга дышать не можем, а вот жестоких родителей препятствовать нашему не будет получиться, то нельзя ли нам будет как-нибудь обойтись без нее? Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. И вот, в начале 1812 года... Владимир в каждом письме умолял меня венчаться тайно, скрываться несколько волненнее. Броситься потом к ногам наших родителей, которые, конечно, не вспомнили, наконец, нашим героическим постоянством, и скажут, дети, придите в наши объяльцы. Может, наступила на пробег, но я вспомнила. Наконец, я согласилась. Завтра я должна неужнать и удалиться в свою комнату, чтобы было бы в голову боль. Но мы будем должны конденсать, чем задняя крыльца, чтобы садить в стадии, и лежать опять в тверд, одни на раду, во все жаданом. Идешь в церкви, и будем ждать нас в один. Накануне решительного дня Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, в другую к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях и извиняла свой поступок неодолимую силой страстью и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни постет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дорожайших ее родителей. Она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала, но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. Наконец она встала, блине обыкновенного и с непритворной головной болью. Маша, не больная, не больная. Маменька, папенька, голова немного болит. Маменька, мне уже не хочется, позвольте мне остаться у себя в комнате. Папки, папки, постакуйтесь, ободритесь, я уже готова. Как летит метель, как войдет ветер, как стучат ставы, бурное призвинование. Все в зоне тихо и заснуло, пора. Владимир, один без кучера, отправился в Жадарно, куда часа через два должна была приехать и Мария Гавриловна. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не видел. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Время шло. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Слава Богу, теперь близко. Вскоре Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние владело им. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Он увидел невдалеке деревушку и поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучат. Далеко ли Жадрина? Жадрина далеко ли? Да-да, далеко ли? Не залечь, вверх десятых будет. А который час? Скоро светет. Пели петухи, и было уже светло, как достиг он Жадрина. Церковь была заперта. Какое известие ожидало его. Но возвратимся к добрым ненаратовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. День прошел благополучно, но ночь Маша занемогла. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Верно, любовь, причина болезни Маши. Что ж, верно. Это судьба. Жить не с богатством, а с человеком. Тогда надо послать за ним. С Владимиром Николаевичем, я судьба. Что за вздор? Ты только посмотри. Он пишет, что Нагаева никогда не будет в нашем доме и просит забыть о несчастном, для которого смерть остается единственной надеждой. Несколько месяцев спустя Гаврила Гаврилович скончался. Мать и дочь оставили Нинарадова вместо печальных воспоминаний и уехали жить в другое поместье. Выбрала бы ты себе друга, Маша. Женихи кружат около тебя. А ты не даешь никому никакой надежды. Владимир отличился под Бородином. Будь тяжело ранен. Умер в Москве. Нагануне вступления в Англию. Память о нем для меня священна. Между тем, война со славой была окончена. Полки наши возвращались из-за границы. Появление офицера в уезде или в деревне было настоящим торжеством. И все искатели должны были отступить, когда явился в замке Марии Гавриловны раненый кусарский полковник Пурмин. Я очень ему нравлюсь. Вероятно, и он со своими умом опытностью мог уже заметить, что я отличаю его. Что удерживает его? Робость неразлучно с истинной любовью, гордость или какие-то хитрые волокиты? Робость неразлучно с истинной любовью. Для каждой жизни моей. Но мне поставить ее через полную тяжелую обязанность, я свою там ужасную тайну. И поставить между нами неподолимую преграду. Она всегда существовала. И никогда не могла быть вашей женой. Знаю, что некуда. Вы любили. Но смерть ей три года седлой. Добрая. Милая Мария Гавриловна. Молчите. Ради Бога. Молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю. Я чувствую, что вы были за моей. Но я несчастнейшее создание. Я женат. Я женат уже четвертый год. Я не знаю, что моя жена и где она. Ты должен видеть снег когда-нибудь. Как это странно. Но продолжайте. Я скажу позже. Продолжайте. Сделайте мне. В начале 1812 года я направлялся в Винн, где находился наш полк. Приехав на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладных площадей. Как вдруг началась ужасная метель. И смотрители, и имщики советовали мне переждать ее. Я их послушался. Но непонятное беспокойство обладел на меня. Казалось, что кто-то так и толкал меня. Я не вытерпел, поехал в самую бурю. И имщику вздумал съехать в любую, что должно было сходить там пультыми верстами. Берега были занесены. Проект в то место, где выезжали на дорогу, мы оказались в незнакомой стороне. Я вдали увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. Деревянная церковь была отворена. За оградой этой церкви стояли сани. По паперти ходили люди. Сюда, сюда, закричал несколько голосов. Я велел имщику подъехать. Помилуй. Где ты замешкался? Сказал мне поздно. Поп не знает, что делать. Невеста в обороте. Выходи же скорее. Я молча выпрыгнул из саней и зашел в церковь, освещенной двумя эльцами и отмечами. Я на углу на лавочке сидела девушка, другая терла ей виски. Слава Богу, сказал. На силу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили. Батюшка подошел ко мне с вопросом. Прикажете начинать? Начинайте, начинайте, батюшка отвечала рассеянно. Нас обвенчали. Поцелуйтесь, сказали нам. Чуть было, невеста обратила ко мне свое лицо. Хотела ее поцеловать, как вдруг она скрипнула. Ай, не он, не он. Боже мой, боже мой. Так это были вы. И вы не узнаете меня? Молодцы, спасибо. Итак, аплодисменты девятиклассникам. Смелее, смелее, ребята, выходите сюда. Заходите на аванс сцену. Выходите на поклон. Ну что ж, вас можно поздравить. Посмотрите, какие красивые получились образы. Просто большие, молодцы. Итак, спасибо, спасибо, ребята. Мы садимся на место.